шел дождь дождь был очень сильным и вода скапливалась на дороге она стала образовываться в ручеек и вода стала смывать все что было у нее на пути стала смывать грязь дороги дождь шел сильный и воды стала прибывать и вдоль берега бежит маленький кришна бежит такой радостный радуется прибытию этой воды но вот воды и стала прибывать все больше и больше дождь никак не останавливался и вода подхватила маленького кришну и стала нести течением течение все больше и больше увеличивалась и вода в этом ручейке уже превращалась в бурный поток превращалась в огромную реку и она несла этого маленького кришну своим течением неизвестно куда кришна барахтался в ней как маленький ребенок вода все прибывала и прибывала дождь никак не останавливался течение все усиливалось и и вот уже река настолько затопило все что она стала поглощать собой города деревья дома стали утопать в этой реке вода все прибывала и прибывала и она уже стала сметать все на своем пути торчали только в верхушке деревьев но дождь все не останавливался тогда кришна подумал почему бы мнение взобраться на верхушку дерева которая торчит из воды там я смогу лучше увидеть обстановку и посмотреть куда направляется русло этой реке он забрался на верхушку дерева стал оглядывать местность он видел что вода все прибывает он не мог поверить что когда-то здесь был его дом росло много деревьев стояло много домов была улица он не мог поверить что больше этого города нет он смотрел по сторонам и не видел краев так все затопило вода и тогда он сел на верхушке этого дерева и стал играть на дудочке стал играть мелодию эта мелодия как будто проистекала из его сердца он играл такую красивую мелодию что вода стала слышать его и дождь прекратился и вода стала бывать в воде так нравилась эта мелодия что она услышала свой путь она услышала что и не надо растекаться в разные стороны а ей надо насытить землю земля стала вбирать в себя эту воду стала насыщаться и вот уже кришна сидела на самом окушке дерева которая стала все больше и больше виднется из под воды вода слушала мелодию его песни это красивое звучание и в ритм этого звучания растекалась туда куда ей следовало течь она находила свои русла находила места куда ей впитываться где орошать своим присутствием она растекалась по земле и находила те уголки где нужна была там где была засуха ее русло стали устремляться туда и напитывать эти места и когда вода совсем уже ушла появилась суша кришна спустился с дерева и я стал смотреть по сторонам вокруг была одна разруха он подумал что же теперь делать от моего города ничего не осталось куда мне теперь идти и тогда он нашел несколько досочек и сколотил из них себе стульчик столик потом он нашел еще несколько досок сколотил из них какую-то мебель потом он еще собрал доски сколотил домик и подумал что раз у меня теперь есть дом есть мебель почему бы мне не сделать красивую площадку для игр он нашел еще доски сколотил игровую площадку и так незаметно он продолжал строить и строить и вот уже он построил целую улицу построил много домов он все время находил какие-то инструменты какие-то доски из которых колотить все лежало у него буквально под ногами все что было необходимо для этого строительства и вот он уже построил целую улицу и другие люди увидели что это место возрождается и стали приходить к нему на помощь они увидели как крыш на трудится и стали приносить разные инструменты для строительства кто-то стал помогать строить для каждого нашлось свое дело кто-то стал кушать готовить для тех кто трудится каждый человек который приходил туда находил для себя какую-то работу и вот вместе они отстроили уже огромный город и этот город был намного красивее прежнего он уже был построен на славу добротно и люди стали его еще красивее украшать новые материалы сверкали на солнышке и Кришна увидел что уже так много людей собралось на эту стройку и так быстро они все сделали что целый город вырос за такое короткое время и для каждого нашлось какое-то дело в этом городе каждый человек пока строил этот город определил свою профессию то чем он любит заниматься и каждый стал возрастать в своих достижениях в этой профессии пока город строился эти достижения приумножались придумывались какие-то новые интересные дела каждый раз все больше и больше каждый человек достигал в своей профессии узнавал что-то новое исследовал придумывал производил у каждого было свое дело и каждый приумножал достижения и тогда Кришна пошел по этому городу и стал смотреть какой красивый город получился и каждый нашел свое место и каждый нашел свое место в этом городе каждый был занят своим делом и тогда он порадовался глядя на этот город какой красивый город получился как хорошо что река смыла старый город и мы смогли построить такой красивый новый город и Кришна пришел на площадку игровую и стал играть он снова сел стал играть на дудочке стал играть красивую мелодию и от его мелодии стал подниматься ветерок ветер услышал эту мелодию и ветру так нравилась эта мелодия что он все больше и больше закручивался в танце и вот уже он превратился в вихрь теперь ветер все сильнее и сильнее бушевал и уже смерч стала проноситься над городом тогда Кришна прекратил играть на дудочке и увидел что ветер так сильно разбушевался что сейчас он уже начнет срывать крыши с домов но ветер никак не мог остановиться он так закружился в этом танце что не заметил как стал бушевать и вот уже смерч несся по городу срывая все крыши с домов разрушая все что они построили ломая все на своем пути и ветер никак не мог остановиться в этом танце он прошелся по всему городу и снес все что было построено ни одного дома не осталось он никак не мог остановиться он так разбушевался так расплясался что не заметил как разрушил весь город и тогда Кришна подумал что же я наделал в этой своей игре я не заметил как ветер подхватил эту мелодию и стал таким сильным стал так активно танцевать что разрушил весь наш город все что мы создали все что мы построили Кришна подумал что же делать я так провинился и люди теперь будут так расстроены что все их труды теперь разрушены тем временем ветер уже начал стихать в своем танце стал выглядывать солнышко ветер успокоился и рассеялся солнце своими лучами озаряло всю эту разруху ничего не осталось от того города который был недавно выстроен Кришна ходил по городу и смотрел на всю эту разруху он думал как же так люди так старались а я своей мелодией разрушил весь этот город что же делать и тогда Кришна соорудил высокую-высокую лестницу эта лестница вела к солнцу он забрался на эту лестницу к солнцу поднялся и стал разговаривать с солнцем он подумал что если он заберется так высоко то он увидит больше он увидит как был разрушен город и что необходимо сделать чтобы этот город восстановился и с такой высоты он увидел землю увидел разные города увидел как они выстроены он продолжал оставаться на солнце и наблюдать за землей и смотреть как выглядят разные города как выглядят разные страны и он заметил какие-то особенности в каждом городе каждый город был не похож на другой люди были непохожи друг на друга в каждом городе преобладало что-то свое какая-то уникальность уникальность и каждая уникальность была привлекательна в каждом городе была как будто своя какая-то изюминка был колорит людей пространство и тогда он спустился и захотел пройти по всем этим городам и изучить как они выглядят познакомиться с культурой каждого города Кришна спустился он подумал что если он будет знать как выглядят разные города то он сможет построить еще раз новый красивый город и он отправился в путешествие по разным городам в каждом городе его очень хорошо встречали его кормили какими-то своими вкусностями показывали их одежды показывали дома рассказывали про свою культуру он видел очень красивые сады которые росли в городе растения цветы видел как ухаживают за своими садами люди в этом городе и так он сменял город за городом изучая культуру каждого и он замечал что в каждом городе есть определенная особенность он встречал разных интересных людей и отмечал что в каждом городе эти люди отличаются друг от друга у них есть какие-то свои особенности они по определенному выстраивают свои города свои дома по определенному ухаживают за животными по определенному выращивают что-то разговаривают на разных языках в каждом городе в каждой стране была какая-то своя особенность и он собирал эти знания как жемчужное ожерелье бусинка за бусинкой нанизывая на нитку эти знания и он продолжал свой путь проходя город за городом собирая новые истории знания слушая разные языки узнавая много разной интересной информации о городах и странах и он уже достаточно накопил опыта о том как выстроить новый город он разговаривал с разными мастерами которые выстраивали свои города обрел мудрость и знания и уже был готов вернуться назад чтобы выстроить новый прочный город и теперь он возвращался к своему городу который был разрушен люди были там очень грустны они уже не верили в то что город их может быть заново выстроен и он вернулся и сел в центре самого города вокруг этой разрухи и снова взял свою дудочку и стал играть мелодию которая говорила о том что он пришел в этот город что он вернулся чтобы эту мелодию могли услышать люди и прийти к строительству этого города мне никто не приходил люди больше не верили в то что они могут выстроить заново этот город ведь они в предыдущий раз так много усилий приложили к тому чтобы выстроить город и он был в один момент разрушен они думали что если они построят новый город то также Кришна может сесть и играть на дудочке и опять прилетит ветер и сметет весь этот город но Кришна не отчаивался он продолжал играть мелодию которая говорила я здесь и он снова начал собирать материалы и выстраивать город заново теперь он знал определенные особенности как надо выстраивать город он понимал как лучше располагать дома как делать уютное жилище где сажать огород и он начал выстраивать город не просто хаотично где придется а у него был план он располагал все дома согласно тем законам природы и законам строительства чтобы дома были прочные чтобы в них соблюдались все условия доброкачественного проживания он соблюдал все правила которые он узнал о строительстве домов во всех странах которых он был он соблюдал каждое из этих правил и и все находилось в определенном ритме в определенном сочетании согласия с природой и с условиями строительства он он использовал только качественные хорошие инструменты и материалы делал все на славу очень прочно складывал камушек за камушком досочка за досочкой и вот он уже выстроил много домов улиц но люди все не приходили они смотрели на то как Кришна работает день за днем но все еще не верили в то что этот город снова не будет сметен они предпочитали жить в каких-то своих палатках лачугах которые были на окраине и до сих пор не верили в то что уже почти отстроенный город сможет просуществовать дольше чем предыдущий и вот Кришна выстраивал улицы за улицей и какой-то мальчик пришел к нему на помощь он стал верить и стал подавать инструменты Кришне пока он строил он сказал что Кришна можно я я тебе буду помогать но я ничего не умею делать я только умею подавать инструменты я еще слишком мал чтобы таскать камни или колотить доски я могу пока только подавать тебе инструменты Кришна кришне и тогда они стали работать вдвоем они стали выстраивать этот город и Кришна так много времени сэкономил на том что ему больше не приходилось каждый раз спускаться и бегать за инструментами этот мальчик все время приносил ему нужные инструменты он очень хорошо стал разбираться какие инструменты и когда Кришне нужно принести и он уже освоил так много новых навыков что теперь он мог знать как забивать гвозди и стал помогать ему в этом и его навыки все расширялись и расширялись и вот он уже знал как строить этаж за этажом он продолжал помогать Кришне и вот они уже вдвоем мастерили новые дома люди все еще боялись и не подходили близко к этому городу они все еще думали что этот город будет также разрушен но некоторые из жителей стали присматриваться к тому как они трудятся вдвоем и как слаженно у них все получается и мальчик этот освоил уже столько профессий узнал столько нового о том как строить дома он так помудрил что мог сооружать целые города сам и тогда люди начали потихоньку интересоваться этим их стали привлекать те знания которыми стал обладать этот мальчик они стали расспрашивать его как же ты так быстро научился возводить такие дома ведь раньше нам требовалось так много усилий чтобы возвести одно здание а теперь вы так ловко вдвоем управляетесь что день за днем мы видим как новые дома появляются и мальчик поведал историю о том как Кришна прошел много стран и городов узнал много новых особенностей как возводить дома и тогда людям стало любопытно они тоже захотели узнать много нового тоже захотели научиться и тогда они стали показывать Кришна с мальчиком как они сооружают дома и много людей стало приходить посмотреть на то как они это делают но никто не отваживался до сих пор снова начать помогать и тогда несколько человек отважились и стали тоже применять те навыки которые Кришна показал и стали сооружать свои дома и тогда другие люди глядя на них тоже увидели что все происходит так быстро и качественно и они стали потихоньку верить в то что они построят прочный город который на этот раз не будет разрушен и вот уже дом за домом вырастали так быстро и город становился таким красивым таким правильным таким уютным и люди стали потихоньку возвращаться в этот город и заселять эти дома они увидели что город прочный и очень красивый что в нем находится так много интересного то что содержит колорит разных стран и разные люди стали приходить и находить там свои дома стали приходить люди из разных городов потому что они видели колорит своей страны привлекательный для них понятный для них и каждый мог найти там то что его привлекало так все больше и больше людей собиралось в этом городе и вот уже этот город был закончен это был город намного больше намного красивее он был очень уютным и так много людей пришло пожить в этом городе он стал привлекательным для всех стран уже весь мир хотел заселиться в этом городе и люди стали все пребывать и пребывать люди стали бросать свои города и приходить в этот город потому что он казался им наиболее привлекательным ведь он содержал не только колорит их страны но еще и других стран они стали думать что этот город похож на весь мир как будто он в себе содержит все страны сразу поэтому они стали бросать свои страны и хотели жить в таком городе который может быть свободным для всех стран одновременно и город разрастался и разрастался люди продолжали уже сами строить этот город соблюдая все эти законы строительства сохраняя колорит город город становился огромным но люди бросали свои страны и все устремлялись попасть в этот город стало не хватать места для жилья потому что люди пребывали в таком большом количестве что город не успевал так разрастаться дома не успевали строиться чтобы принять такое количество людей а те страны в которых жили люди до этого оставались заброшенными город стал таким привлекательным что люди больше не хотели жить в своих странах они хотели жить только в этом городе в этой стране новой потому что она в себе содержала все она открывала новую грань свободы познания людям больше было неинтересно жить в своей стране в своем городе ведь этот город содержал все страны в себе и тогда Кришна увидела эту картину и подумала что если так будет происходить то другие страны просто будут пустыми они перестанут существовать и тогда все культуры перемешаются и не останется никакого колорита ни одной страны каждая культура будет разрушена и он понял и подумал что же я наделал этот город стал таким привлекательным для людей что они захотели оставить свою страну и оставить свою культуру но люди так продолжали идти идти в этот город они не хотели больше остановаться в своей стране и Кришна не знал что ему делать людям так нравился этот город что они больше не хотели жить в своей стране тогда Кришна села и подумал что же я наделал этот город стал таким привлекательным что теперь все люди земли хотят жить только в этом городе что же мне делать теперь ведь так люди все перемешаются и все культуры тогда исчезнут все эти страны поглотятся тем городом и тогда он снова соорудил лестницу ночью и отправился на луну соорудил лестницу до луны и отправился на луну чтобы ночью посмотреть на все это и подумать когда в ночном свете весь город успокаивался и затих и затихал и затихал и так сидела на луне и и стал играть свою мелодию на флейте стал думать что же ему теперь делать пока все люди спали в этом городе и и так так разросся и люди захотели бросить все свои страны чтобы остаться жить только в этом городе потому что он сочетал в себе все и каждый мог найти там себе место найти разный колорит и всю ночь он проиграл на флейте и вот уже стал наступать рассвет люди начали просыпаться стал наступать новый день люди стали продолжать строительство этого города стали продолжать пребывать кришна спустился с луны так как уже взошло солнце стала бродить по городу наблюдая за тем как люди проживают в этом городе каждый был занят своим делом каждый человек что-то мастерил что-то создавал так кришна проходил улицу за улицей наблюдая за людьми и он встречал совершенно разных людей на этих улицах все они дружно могли беседовать друг с другом помогать друг другу обмениваться опытом и кришна все проходила проходила улица за улицей город все не кончался он хотел обойти весь город чтобы посмотреть всем ли хорошо в этом городе и шли дни и недели он все не мог пройти весь этот город город так разросся что невозможно было его уже обойти уже прошли месяцы и годы а кришна все продолжал идти обходить этот город он стал таким огромным что уже занимал половину земли и тогда кришна просто села и стал играть на дудочке он понял что все в этом городе чувствуют себя хорошо может быть не надо тогда ничего менять больше не будет существовать никаких других стран и городов будет только один город на по всей планете он сел и стал играть на дудочке и его мелодия стала растекаться по всему городу она была такая красивая что всем людям и хотелось слушать эту мелодию он продолжал играть он продолжал играть и эта мелодия растекалась по всему городу я и в Кришна продолжал играть на дудочке свою мелодию. И люди, слыша эту мелодию, как будто с ними стало что-то происходить. Они как будто стали забывать. Они слушали эту мелодию и забывали какие-то свои особенности, свою уникальность. Они стали забывать о колорит своей страны. И тогда весь мир, весь этот огромный город превратился опять в обычный. Люди не понимали особенностей этого города. Они больше не видели этого колорита. Их больше не привлекало ничего. И тогда Кришна перестал играть в свою мелодию. И увидел, что весь колорит исчез. Весь этот огромный город стал обычным. Никакого колорита больше не существовало. Люди все забыли. И им стало неинтересно больше жить в этом городе. Они не понимали, кто они, откуда они, где их место. Почему они живут в этом городе. Что их так раньше привлекало здесь. Они просто бродили по городу. День за днем проживали свою жизнь. И так продолжалось какое-то время. Но потом забрел какой-то пастух, который никогда раньше не был в этом городе. Из дальних земель. Он увидел, что все люди обычные. Здесь нет никакого колорита города и страны. Он очень удивился. Он помнил о своей культуре. Об особенностях своей страны и города. И начал рассказывать людям. И спрашивать у них, куда же у вас делись все ваши знания. О том, откуда вы произошли. Он начал рассказывать им интересные истории про разные страны, в которых он бывал. Что когда-то были разные страны, которые были населены. Разными людьми. И в каждой стране была своя особенность. Люди слушали его и не понимали. Ведь они жили в одном огромном городе, который населял уже полмира. И почему-то они все сюда пришли, что-то их здесь привлекало. Они стали вспоминать, что когда-то они жили в своей стране. И что у каждого из них была какая-то своя маленькая страна и город. И в которой тоже были такие особенности. И тогда они захотели вернуться в свою страну. Им стало интересно вспомнить, из какой же страны я произошел. Какой же колорит был у меня в моей стране, в моем городе. И тогда люди стали покидать этот огромный город, чтобы вспомнить. Каждый из них хотел вспомнить, откуда он родом. И они так стремительно стали покидать этот город, что город вновь очень быстро опустел. Все люди отправились на поиски своего дома, своей родины. Откуда они произошли. Их так увлекли история этого пастуха, который рассказывал им про разные страны. Что каждый из них захотел вспомнить, откуда он родом. Что интересного было в его стране. Какими особенностями она обладала. Ведь в этом огромном городе все смешалось. И в итоге наступило это забвение. Что каждый потерял свою культуру. И вот уже город почти опустел. Остался только тот мальчик, который помогал Кришне колотить. Подавать инструменты. Все люди разбрелись в поисках своей страны. Тогда Кришна сел и подумал, что же мне теперь делать с этим городом. Ведь все люди покинули этот город. Он стал таким непривлекательным, утратив колорит страны. Но город был очень прочным. Его невозможно было разрушить, потому что он был очень хорошо построен. Там были применены все знания из разных стран. И тогда, когда все люди вернулись в свои страны, они вспомнили, откуда они родом. Они снова населили свои страны. Они вспомнили всю свою культуру. И каждый нашел свой дом там, где он родился. И все вспомнили. И когда они вспомнили, они поняли, что они могут так же путешествовать по этому городу, сохраняя свои обычаи. И они стали возвращаться в этот город, не перемешивая никакой колорит страны. И у каждого города появилась своя улица. Все люди так же продолжали общаться друг с другом, сохраняя свою культуру страны. И город вновь заселился. У каждого в этом городе был свой уголок. Каждый сохранял там свой порядок, свой колорит. Город был очень прочным. И теперь он населялся очень правильно. В каждой области города была какая-то своя особенность. И тогда в этом городе воцарил мир и порядок. Люди могли ходить друг к другу в гости и проживать при этом на своей улице. обмениваться своей культурой, при этом сохраняя первобытность своего дома. И тогда Кришна снова сел на площади под деревом и стал играть свою мелодию. И все люди приходили ее послушать. И все люди теперь были благодарны. Они сказали, спасибо, Кришна, что ты создал для нас такой удивительный, такой прочный город, который теперь сочетал в себе разные культуры. Но сами здания были построены с теми знаниями, которые были применены во всех городах. И у каждой страны была теперь своя улица в этом городе. И все могли общаться дружно. Но при этом у каждого сохранялась своя культура и свое место. Город был настолько прочен, что теперь ничто не могло его разрушить, так как там были применены все знания каждой страны. и каждый мог найти там свое место. И все люди приходили к Кришне, дарили ему какие-то подарки, приносили ему слова благодарности. И тогда Кришна увидел, что теперь все хорошо в этом городе. И он мог спокойно отправиться дальше в путь. Продолжение следует...